И знаете, каждая молитва, каждая молитва имеет влияние. Молитва двигает горы. И знаете, пока я поклонялся, Бог мне сказал такое слово в обуты. Он говорит, каждая душа, часть. Часть моего тела, часть моего царства. Каждая душа, каждый человек, находящийся здесь, имеет влияние. Может иметь влияние. И давайте будем влиять в свои молитвы. Давайте помолимся об этом служении. Помолимся за Бандана, помолимся за Бис, помолимся за это время. Аминь. Слава Богу. Давайте молимся. И будем молиться. Молитесь за людей, которых вы знаете, которые болеют, страдают. Молитесь, чтобы два здорового имена, чтобы Бог открыл их сердца, и вы могли привести на это служение. Аминь. Чтобы Бог мог прикоснуться. Знаете, один муж Божий, Евгенький, еще сказал, не иди проповедовать Евангелие к человеку, если ты месяц за Нем не молился. Молитесь, потому что молитва открывает сердце. Молитва готовит путь Господу в жизнь человека. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, давайте молиться за Богдана Кензерского. Будем молиться за это служение. Служение чудес. Удивительно. Большое будет. С чудесами, знамениями. Бог использует его могущественно. Реальные такие чудеса. Бухонемые от рождения начинают слышать. Там опухоли пропадают. Начните молиться о людях, которых вы знаете. Пусть сострадание Божье ведет вас в этой молитве. И потом пусть сострадание поведет вас к этим людям, чтобы пригласить их взять за руку и привезти на это служение. Хорошо? Аллилуйя, Боже. Это ты предопределил это время, Господь. И то, что ты заказываешь, Боже, ты оплачиваешь, Господь. И мы молим и просим тебя, Боже, о полном финансовом обеспечении этого служения. Боже, святый, я молю и прошу, чтобы все ресурсы были высвобождены во имя Иисуса Христа. Я говорю прямо сейчас, обмазание Божие на это время, на это место, во имя Иисуса Христа. Мы молим и просим тебя, Господь, пригласись к Богдану Кензенскому, Господь. Наполни его сердце. Наполни его уста. Дай Бог, Боже, силы твоей, Господь. Боже, я молю и прошу о чудесах и знамениях в это время. Боже, святый, я молю и прошу о новых органах в это время, чтобы вырастали почки, чтобы новые сердца появлялись, чтобы проходили всякие болезни. Рад убедил во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас говорю на это время, обмазание Божие. Я приказаю тебе, Светлана, уйди прочь во имя Иисуса Христа. Пускай будут открыты все двери во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что это время, это время чудес Божьих во имя Иисуса Христа. Мы пророчащаем чудеса Божьих в это время. Мы говорим, что каждое сердце, каждое сердце придет к тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы пророчащаем множество людей в этом собрании во имя Иисуса Христа. Мы пророчащаем дверь переполненных во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что множество, множество твоих людей в Дмисе во имя Иисуса Христа. Мы пророчествуем это событие. Мы говорим, что множество людей в Дмисе переполнен во имя Иисуса Христа. Переполнен твоей славой, Господь. Боже Святый, отдаем твои руки, Боже, все это время, Господь, во имя Иисуса Христа. Да будет твоя воля. И мы молились во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет Аминь. Слава Богу. Хорошо. Присаживайтесь, дорогие церкви. Еще одно очень хорошее служение, служение сенья, служение в даянии. И начнем с Божьего Слова. Откроем Бытие, 8 главу, 22 стих. Все знают, наверное, это место Писания. Пока существует земля, не прекратятся севы жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь. Это в современном переводе. И Бог поставил свой закон. Это его закон. Знаете, и стихом раньше, я думаю, такой закон радикальный. Но стихом раньше написано о том, что 8, 21 Бытие. Господь почувствовал приятный запах и сказал в сердце своем, «Никогда впредь не стану я проклинать землю из-за человека, хотя всякое повышение его сердца порочно с детства. И никогда впредь не уничтожил всех живых существ, как в этот раз». Знаете, из этого стиха я вижу, что Бог из милости, «Милая тебя» поставил такой закон. «Милая тебя и меня». Аминь. Наш Бог, Он милостивый. Знаете, и как мы можем ожидать жатву, если мы не будем знать внутри наших сердец, что наш Бог, Он Отец, Он Папа, Он милостивый. Знаете, я думаю, Бог хочет нас все ближе и ближе к Себе привлечь. И показать, что Он милостивый, что Он Отец. Что когда мы ждем от Него жатвы, это, знаете, это не как договор в банке, который ты подписал, и все, только бумага. Но это что-то глубже, что-то глубокое. Из этих мест Писания мы видим, даже этот закон, синий жатвы, казалось бы, такой радикальный, такой простой и сухой, можно сказать. Но на самом деле, Бог его поставил, потому что миловал народ. Аминь. Будем ожидать жатву, сеять и ожидать жатву, как от Отца, как от Папы. И тогда мы дождемся. Аминь. Аминь. Давайте помолимся о каждом семье, о каждом гриме. Боже Святый, Ты дал возможность нашей руке сеять. Боже Святый, мы молим и просим Тебя, прикоснись к каждой гриме. Молим и просим, чтобы всякое семя, оно выросло и дало плод для Господь. Я молю и прошу о каждой семье, о каждом человеке на этом месте. Благослови, умножь, Господи. Пускай Твоя милость будет на наших финансах, на наших отношениях с Тобой в финансах. Пускай Твоя доброта там будет, Твоя любовь, Божья. И наши сердца воспринимают Тебя, как Отца в этой сфере. Во имя Иисуса Христа отдаем Тебе, Господь, наши финансы. Весь народ расскажет Аминь. Аминь. Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!